Звери-самоубийца, птица вырывает перья, а слоны бьются головой о стену. Нанна Блекститланге, Д.Р., Дания. 1 июля 2018 года. От стресса или тоски люди нередко наносят себе вред. Одни кромсают себя бритвой, другие прижигают себя сигаретами, третьи, тренируются до упада. Но членовредительство, вовсе не прерогатива человека. Оно существует и в царстве животных. Среди наших ближайших родственников, домашних питомцев и обитателей зоопарков. Разница лишь в том, что звери наносят себе вред другими средствами. В ход идут зубы, плювы и когти. У человека тяга к саморазрушению проявляется на фоне депрессии и подавленного состояния. У зверей дело обстоят немного по-другому. Саморазрушительное поведение типично для зверей более крупных и развитых, обладающих большим интеллектом. Утверждает Бертельсин. Лисы отгрызают себе лапы то, что лисы, попав в капкан, отгрызли себе застрявшие лапы. Пожалуй, один из самых известных примеров членовредительства в животном мире. Легко предположить, что лиса так поступает, потому что хочет освободиться из капкана и убежать на волю. Однако это не совсем так, объясняет Бертельсин. Бертельсин сравнивает попавшую в капкан лису с американским скалолазом Аароном Леральстоном. Аарон Леральстон. Он известен тем, что в 2003 году самостоятельно ампутировал себе руку. Он был в горах, попал под обувал, и его придавило валуном. В 2010 был снят фильм под названием «127 часов». Именно столько Релальстон провел в каменном плену. Разница между лисой и Аароном Леральстоном в том, что Аарон понимал, если он не выберется из завала, то вряд ли выживет. Лисица же заглянуть в будущее не может, отмечает Бертельсин. Она отгрызает себе лапу от боли. Это простая реакция, считает он. Обезьяны рвут шерсть от стресса. Другой пример животных, которые наносят себе вред при стрессе, обезьяны. Человекоподобные приматы типа шимпанзи начинают вырывать у себя шесть, если оказываются в одиночестве в тесной и унилой клетке. Уход за шерстью среди человекообразных обезьян. Занятие социальное, но при неблагоприятных условиях стереотипным поведением становится его полная противоположность. Стереотипное поведение – это когда животное, чаще всего под действием стресса, доводит самые типичные действия до крайности. В самых крайних случаях такое обсессивно-компульсивное поведение заканчивается членовредительством. Матс Бертельсин объясняет, что при многократно повторяющихся действиях вырабатываются малые дозы эндорфина, и животное успокаивается. Эндорфины вызывают привыкание, и обезьяны в некоторых случаях продолжают вырывать у себя шерсть, даже после того, как изначальный источник стресса или расстройства давно устранен. Когда обезьяна встревожена или нервничает, повторяющиеся действия вроде выдирания шерсти могут приносить некоторое облегчение. В некоторых случаях животные настолько увлекаются, что потом ходят голые, потому что новая шерсть никак не отрастет. Слоны бьются головой от зубной боли из-за экзотических стран Бертельсин. Наслышан о слонах, которые бьются головой о стену, когда у них болят зубы. Это помогает унять боль от воспаленного зуба. Здесь срабатывает тот же механизм, что и у людей, когда они трут кожу после удара, пытаясь заглушить тупую ноющую боль, объясняет Матс Бертельсин. Подчас это выглядит устрашающе, но стереотипное поведение для зверей – один из способов побороться с тревогой и стрессом. Рекс расчесывает укусы, чтобы стало еще хуже, однако причинять себе вред умеют не только экзотические животные. Возьмите, например, обычную собаку. Если вашего рекса покусали блохи, он будет рассарапывать и расчесывать место укуса, пока там не образуется ранка. Подобно лисе, угодившей в капкан, его волнует лишь боль от укуса, и он не понимает, что своими действиями лишь усугубляет положение. Это как люди, когда они расчесывают комариные укусы, говорит Матс Бертельсин. Ты чешешь и чешешь, пока не образуется ранка, и потом она будет заживать дольше, чем просто укус. Птица вырывает перья может. Вы слышали, что попугай вырывает у себя перья. Это занятие порой заканчивается проплешинами, через которые видно кожу. И это вполне распространенное явление. Примерно 10% домашних птиц, оказавшись без партнера, вырывает у себя перья, от стресса и одиночества. В природе попугаи живут парами или стаями, и поэтому, оказавшись в одиночестве, нередко начинают вырывать у себя перья от тоски. Звери наносят себе вредь неосознанно. Это – побочный эффект, следствие других проблем, заключает Бертельсин. Продолжение следует...